Дорогие друзья, с каждым годом на дороге страны выезжает все больше и большее количество мотоциклистов. А их иногда бывает не так просто заметить в зеркалах вашего автомобиля. Именно поэтому стартует акция под названием «Внимание, мотоциклисты». И у нас сегодня в гостях организатор акции Евгений Маринеску. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы начать нашу беседу с самой акцией непосредственно. Как давно вообще существует подобного рода акция? Акция существует довольно давно. У нас относительно она появилась недавно. Мы ее проводим всего лишь четвертый год по дню. А в других странах я думаю, ну, я не воздержал себе цифр, потому что я действительно не владею этой информацией. Но идея не нова. Не нова. Хотелось бы спросить, каким образом эта акция традиционно проходит? Традиционно мы собираемся в городе, постараемся собрать как можно больше мотоциклистов. Собираемся на какой-то территории нейтральной, где получаем листовочки, раздаем, делимся на колонны, на группы, так скажем, 5-6-7 мотоциклов. И выбираем самые такие оживленные перекрестки нашего города. Собственно, и где начинаете раздавать эти листовки? Да, то есть загорается красный свет светофора, и каждый участник подходит вежливо, здоровается с каждым участником дорожного движения и вручает ему листовку. Соответственно, в листовке написано элементарные правила. Если можно, мне тоже одно, для того, чтобы я с ней ознакомился, посмотрю. Конечно. Там написаны элементарные правила, которые, в принципе, знают все, но не все ими пользуются. Такое, как смотреть в зеркало, включать поворотник и, под конец, быть внимательней. Тут действительно одно из таких правил, которые я зачастую наблюдаю, нарушение этого правила, скажем так, это то, как открывают дверь, при этом не посмотрев в зеркало заднего вида. Ну, особенно мотоциклисты встречаются с этой проблемой довольно часто. Хотелось бы поговорить вообще о том, как живут мотоциклисты в нашем городе, каково им приходится кататься. И вот первый вопрос. У меня вот многие знакомые перестали ездить по городу вообще. То есть они стараются, если катаются, то где-то за городом. Как вы считаете, с чем это связано? Действительно, это так. Я тоже сторонник выезжать за город. Почему? Потому что, во-первых, за городом ездить безопаснее, меньше движения, ну и можно покататься себе в удовольствие среди лесочка или еще где-то, где есть по свежему воздуху, где есть хорошие дороги, а у нас по Волдове ездят покататься на самом деле. Я знаю, что существуют некоторые проблемы уже с обучением мотоциклистов, да, то есть на стадии, когда мотоциклист только должен получить право. Потому как для того, чтобы он получил категорию А на сдачу экзамена, он должен приехать на своем мотоцикле. Причем нонсенс, по-моему. На самом деле, я не знаю насчет этого. У нас самая большая проблема то, что, ну, это с одной стороны проблема, с одной стороны это правильное правило такое. У нас категория А можно получить теперь уже только с 23 лет. Только с 23? До этого, по-моему, было с 21 года. 23 или 24, вот я не помню точно, конечно. Вот, это полноценная категория, которой ты можешь управлять уже полноценный мотоцикл. Скажем, какой-нибудь 600-кубовый, около 80-100 лошадей. Потому что, насколько я слышал, раньше, по-моему, до 21 года давали права. Ну, раньше, когда-то это вообще можно было получить 16, и потом уже сточили. Я на самом деле получил 18. Я приехал на своем мотоцикле, у меня был старый тогда мотоцикл Ява. Я получал категорию Б и параллельно получил категорию А, отъездив на своем мотоцикле. Сразу хотелось бы спросить, все-таки сдача экзаменов связана с инспекторами. Насколько они лояльны к мотоциклистам вообще? У меня проблем не было. Вы знаете, инспектор даже с удовольствием вышел и посмотрел, как я прокатился. Это заняло минут 10, наверное. И все, я пошел фотографировать, и получился нужный промах. Это хорошо. Я знаю, что вообще в нашей стране уровень, к сожалению, уровень аварийности с участием мотоциклистов достаточно высокий. Тут существует печальная статистика. Допустим, если брать ту же Италию в целом, где самое большое в мире количество мотоциклов на 1000 человек населения, там это число намного-намного меньше. Как вы считаете, какие зарубежные меры можно применить в нашей стране для того, чтобы эта цифра, скажем так, уменьшалась? Ну, я так думаю, что, во-первых, там немножко другой менталитет. А во-вторых, там довольно строгие правила насчет этого. И тоже превышение скорости и несоблюдение каких-то элементарных правил дорожного движения карается довольно жестоко. Что вы в этом случае предлагаете? Точно так же ужесточать правила в нашей стране? Ужесточать правила в нашей стране тоже... Для того, чтобы ужесточить, нужно что-то дать. То есть, имея наши дороги, имея то, что имеем мы сейчас, ужесточать, я думаю, что некуда на самом деле. Потому что это вылится в какой-то конфликт на самом деле. Кстати, вот может быть, как один из элементов, езда с включенными огнями. Потому как, действительно, вот при перестроении не всегда бывает просто заметить мотоциклисты, так как, ну, заметно меньше в зеркале, чем в машинах. На самом деле, мотоциклы ездят всегда постоянно с фарой. И модели, я не знаю, начинают более свежие, начинают какого-то 2003-го, 2004-го. А у них уже с завода автоматически включается свет, его выключить невозможно. Это очень хорошо. То есть, завел мотоцикл, свет загорелся, и без света ездить невозможно. Опять же, мы поговорили насчет превышения скорости, да, что это должно караться как-то более серьезно. Вот у меня окна выходят на бульвардаче, на самом деле. И еженочно я слышал, как пролетают байкеры, при этом скорость их, ну, явно больше 100 км в час. Существует ли у вас какая-то, я не знаю, программа обучения, собственно, или, там, успокоения своих собратьев по мотоциклам? Насчет этого, что могу сказать, ко мне очень часто обращаются новички, которые думают покупать мотоцикл, либо уже купили, хотят учиться ездить, всегда им советовал начинать с более простых мотоциклов, дабы обезопасить себя. Потому что более простой, более слабенький мотоцикл, он прощает ошибки. А у нас, как правило, если покупают мотоцикл, то сразу мощный. Зачем мне покупать этот, когда этот круче, этот понтовий, и понты эти, в конце концов, выливаются в какие-то трагические ситуации. К сожалению. К сожалению, конечно. В общем, дорогие друзья, если вы решили купить себе мотоцикл, обратите внимание на этот совет. Я думаю, что он спасет не одну жизнь. Ну, и хотелось бы еще на последующих задать такой вопрос. Я знаю, что вы, в частности, участвуете в большом количестве акций, большое количество акций организуете. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Выезжаем на довольно большое количество мероприятий, такие как 9 мая, та же акция «Внимание, мотоциклисты». Да и просто собираемся организовываться, всякие большие слеты и так далее. Мое участие в этом, оно бывает организационное, бывает просто поддержка какая-то, помощь в организации. Либо просто участие, как обычного рядового участника. Евгений, огромное спасибо за то, что нашли время прийти к нам этим утром. И хотелось бы напоследок сказать, когда стартует акция, когда можно присоединиться к ней, если есть кто-то среди наших телезрителей, мотоциклистов, желающий, скажем так, присоединиться к акции под названием «Внимание, мотоциклисты». Значит, акция будет организована у нас 14-го числа, в эту субботу. Собираемся мы возле Дворца культуры железнодорожников. Там есть большая площадочка, где уже это будет в 11 часов. И там уже остальные участники получат дальнейшие инструкции, что делать, как делать и сколько это будет все длиться. После этого мы решили порадовать участников и собираемся на небольшой вечеринке за городом, где можем отметить это событие. Ну что ж, еще раз огромное спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, что приобрели. Ну, дорогие друзья, все знают, что кататься, особенно на мотоцикле, лучше всего в приятную солнечную погоду. О том, будет ли она такой, узнаем прямо сейчас.